антоновский мостом с той стороны в основном стоят поляки в основном стоят поляки да все-таки придется брать варшаву видимо да поэтому так сказать вы понимаете находясь в поле вот я я оставлю себя на место поляков да там как никогда я считаю что это глупость дурость они все подписали смертный приговор выступив сегодня про него с другой стороны как здорово да поляки идут отдавать жизнь а в это время бандеровцы маршируют в польше какой подонок она быстро повторил бандеровский лозунг по которым резали твоих вот поэтому я в данном случае поляков молодцы я не думаю понятно что в каждом ненависть к русским превосходит я думаю что ненависть у кого какой-то части вот которые пошли которые сейчас сейчас наши там парни их утилизируют понимать но так это у народа я не думаю что он хочет народа я не думаю что в целом да понятно что не очень нас любят но ловать сами не точно не хотят как мне кажется вообще простые люди в европе я не думаю что хотят войны я не думаю но власть которая захватила власти которые захватили в этих странах на киев надежды никакой нет знаете владимир чего киев на самом деле не понял если вы провоцируете заставляете шахтеров выйти из-под земли то готовьтесь в эту землю уйти этого бы не произошло эти шахтеры вообще-то в своей жизни не мечтали что стать танкистами артиллеристами и так далее да это же все результат того самого майдана до того самого переворота я собственно к чему веду не хочу возвращаться к этой теме просто опять же у вас на на канале про прочитал что американцы намерены физически ликвидировать повстанцев которые захватили власть в нигере я хочу так можно было ну так надо было сразу там всех ликвидировать то у вас захватил и закончить эту историю четырнадцатом году ну раз так можно а или так нельзя всем то есть американцам можно а больше никому нельзя но видимо видимо наверное так теперь по поводу колебы и блинкина на самом деле вы не поняли главных посылок который это это просто эти не же тонкие креативщики как вы их понять то не можете колеба сознательно привел блинкина в макдональдс для того чтобы всему миру показать что американский бизнес работает в украине поэтому давайте собирайтесь смотрите у нас макдональдс работает блинкин макдональдс и у нас все хорошо и прекрасно дима прожил его рост на месяц сказали бесплатные еда ну не знаю может быть и так же не выявили за рекламу и вы сказали привезешь блинкина к рекламный контракт в месяц ешь без мне не дает покоя мне не дает покоя вот эта фотография где блинкин вместе с кулебой стоят на кладбище вот правда она конечно такая ну прям и я вот смотрел и какой-то момент мне вот пришла такая мысль в голову вообще мы вы мы не понимаем вообще с какой людоедской властью мы вообще имеем дело знаете о чем я хочу сказать это же вот стоит климкин до одни климкина чугункин вы понимаете в чем дело мало того что эти люди торгуют живыми людьми отправляют их на фронт он тащит на кладбище американского хозяина для того чтобы вызвать у него сочувствие с тем чтобы выключить еще больше денег показать посмотрите сколько украинцев вы похоронили дайте нам деньги для того чтобы эти деньги попали министерство обороны я раньше резников воровал деньги а теперь то же самое будет делать умеров мы вообще слишком много внимания уделяем умеров вопрос не в том кого назначили я просто напомню при зеленском это уже четвертый министр обороны четвертый почему потому что министерство обороны это министерство которое осваивает 70 процентов того ресурса который есть у страны 70 процентов там оборот под триллион ривен они все это распределяют понятно там работают схемы чтобы вы понимали любой министр назначенец в условиях власти зеленского это знаете как это раб лампы это раб лампы у него есть определенные правила которые он нарушить не может и одно из этих правил ты должен выполнять все задачи которые мы тебе поставили в том числе по реализации коррупционных схем но если ты зашкварился спалился это твоя ответственность и если ради сохранения всей этой системы коррупционной нужно будет тебя поменять мы тебя с легкостью поменяем вот и все это направлено исключительно на то чтобы сохранить коррупционные схемы которых кстати участвуют американцы в том числе вообще украина это такая большая прачечная там внутри америки или в европе такие схемы реализовать невозможно в украине это можно сделать это можно сделать это работает поэтому вот этот золотой поток финансов который льется на украину он не осваивается внутри украины понимаете он он заходит уходит а может они не доходит но все эти схемы они работают и эти люди выполняют исключительно в соответствии с теми инструкциями правилами которые для них прописаны поэтому мы слишком много внимания уделяем всякого рода умеровым шумеровым блинкиным клинкиным и и и так далее работает система которая обеспечивает стабильный поток финансов в отношении буданова говорить не буду я не знаю может кто-то считает военным разведчиком я его таковым не считаю потому что думаю профессиональный разведчик вообще-то должен вести себя так что даже его девушка не должна подозревать что он ее парень этот сидит выступает с утра до с утра до ночи на телевидении главный военный разведчик страны но это вообще удивительная вещь конечно и по коломойскому я свою позицию вчера вы сказал я с вами абсолютно согласен не знаю как будут будут дальше развиваться события могу сказать одно зеленский будет до последнего тянуть с выдачи коломойского вот прям до последнего за это время или ишак умрет или мула умрет для защиты от русского медведя власти активно обсуждают наращивание сотрудничества соединенными штатами в области обороны михаил приветствую вас да здравствуйте питер михаил вот прибыл такие госсекретарь пылинкин в киев в обсудить по всему ход контрнаступления в су и объявить об очередном транше в 1 миллиард долларов на поддержку украины и госсекретарь сша вот встретился с президентом министром и страны дел другими высокопоставленными чиновниками украины визит блинкина не был знаете заранее объявлен была информация об этом но не официально и совсем вот накануне было более-менее понятно что он скорее будет в киеве и напомню что в ночь перед приездом госсекретарь сша россия обстрелял киев баллистическими крылатыми ракетами судя по всему они тоже знали и готовились в целом как вы расцениваете этот визит есть 22 виды интерпретации что он приехал поддержать украину вот а когда знаете я вот выступаю на разных том числе арабских каналах аль-жазир арабеек или sky news араби они постоянно выкручивают вот это в сторону вопроса ну вот украине ставят в очередной нас ультиматум или вот течение трех недель показываете нам чудо вот войны прорывайтесь казахскую морю или все мы прекращаем вас поддержит и вы садитесь за стол переговоров с россией которая кстати об этом не просит и не готова это делать собственно вообще да хорошим быстро привыкаешь называется когда к нам первый раз приехал блинкина это было почти год назад это же воспринималось как чудо ничего себе с госсекретаря сша приезжает в киев который под обстрелами и так далее а первые визиты вспомните там кто там первый приезжал у нас джонсон да урсула фон дер ляйен это все было как бы как чудо воспринималось ничего себе к нам страну к нам в киев который под обстрелами а сейчас мы такие уже а да госсекретарь сша приехал черт какая неприятность сейчас ведь каких-нибудь гадостей наговорит но серьезно за такими за для того чтобы рассказывать как нам там наступать никто для этого тем более госсекретарь не ездит я думаю есть какой-то накопился набор вопросов он мог накопиться действительно какие вопросы могут быть которые кроме вот таких торжественных типа вручения миллиарда долларов его как прошлые миллиарды вручали без всякого блинкина да действительно должны быть какие-то причины я вижу два таких трека скажем так таких причин первое это предстоящий визит ким чан и на в россию ким чан и едет в россию буквально там через несколько дней на своем бронепоезде вот вы знаете кстати вам будет как англоязычному человеку интересно как пишется и на английском знаете вот ким чан и ким чан ин блин я по идее нужен ким чан проверить то каждый может а так все-все-все вспомнил да просто вы меня в тупик поставили этим вопросом вчера был введен в заблуждение каналам cnn когда я увидел что юэн ну united nation как бы уедет в россию а юэн это им в смысле или негативная приставка он знаете как он там unbelievable там из контекста было такое что-то как бы ну там отдельно ким понятно дальше как бы оон думать чего он то едет в россию какой он вообще оказался ким чан ин едет в россию вот ким чан ин едет в россию и собственно как говорят мировые сми все это попытка россиян купить у северной кореи артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты причем даже купить не только за деньги но и обменять на некоторые свои там технологические вещи военного склада беспилотники и так далее мир соответственно пытается это остановить в первую очередь америка пытается реально остановить северную корею от подобного рода действий пока получалось заметьте пока получалось то есть пока получалось и непосредственно и через китай я думаю тоже китай тоже имеет конечно большое влияние на всю эту ситуацию но одновременно я думаю готовится запасные варианты то есть предположим россия и северная корея заключают сделку в этот момент нам же может америка что-то прислать качестве ответного хода ну типа там эскалации давайте тоже эскалации я думаю что вот эти какие-то подобного рода широкие это же сложный вопрос сложная конструкция я думаю что вся эта конструкция какая-то обсуждается и конструкция как помешать как не допустить но и одновременно конструкция как на противостоять всему этому то есть что в качестве ответные меры может быть так же ответ не может быть симметричным то есть америка не может в ответ тоже снаряды снаряды и так нам все передают какие только есть в наличии но там например атакамсы ну например может быть вот это часть первая чтобы россия поняла что не надо как бы да закупать ничего в северной корее часть вторая возможно это результаты переговоров на самом деле президента турции эрдогана в сочи почему вот в этом контексте понятно почему визит неожиданный я думаю что во время разговора путина с эрдоганом могли картина такая что везде тяжело везде напирает противник